Что должен додать, сказать себе НКОшнику для того, как начать проект? Прежде чем начать благотворительный проект, представитель некоммерческой организации и благотворительного фонда должна ответить для себя на ряд вопросов. Первый вопрос это, чему конкретно посвящен проект, то есть какую конкретно задачу этот проект будет решать. То есть это либо сбор средств на решение какой-то проблемы, либо это привлечение внимания к какой-то проблеме в целом, либо это привлечение внимания к работе фонда, либо это, может быть, сбор контактов аудитории или рост групп в социальных сетях для того, чтобы потом с этой аудиторией в дальнейшем общаться. Соответственно, исходя из цели этого проекта, будет определяться телевая аудитория проекта, на который потом будет направлено сообщение некоммерческой организации, и исходя из этого будут выбираться те механизмы, которые некоммерческая организация будет задействовать в своей работе. Скажи, пожалуйста, а если, например, у организации нет каких-то ресурсов денежных или людских, она только-только начинает, чем ей лучше воспользоваться для начала? Такие методы партизанского маркетинга. В принципе, любая некоммерческая организация, зарегистрированный благотворительный фонд, он может воспользоваться достаточно широким кругом бесплатных возможностей. Здесь важно самому фонду понять для себя, какая конкретно у него задача, где его целевая аудитория, где ее искать, и идти уже туда, где его ждут, так скажем. То есть, если это больше сбор контактов, то это интернет-аудитория, значит, надо идти в социальные сети. Если нужно выйти к коммерческим партнерам с каким-то предложением, то, наверное, здесь можно попробовать наружную рекламу, рекламу в средствах массовой информации, какие-то печатные материалы, может быть, попробовать интернет-рекламу на каких-то специфических сайтах, где эта аудитория сидит. То есть, главное понять, какая целевая аудитория, и уже исходя из этого, выбирать те инструменты, которые сработают. А ты можешь рассказать просто парочку кейсов? Вот такой вот очень эффективной рекламы, которую вывела, может быть, совсем неизвестный фонд, да, вот, ну, как-то дала ему большой толчок к развитию. Причем, ну, понятное дело, что это бесплатная реклама. Мне, наверное, сложно все-таки говорить о других некоммерческих организациях, потому что я работаю во всемирном поле дикой природы, и я могу говорить только за наш фонд. И у нас именно коммуникационная компания, вот эта узнаваемость бренда, строилась очень долго, в этом году нам 20 лет, нам 20 лет в России. Поэтому, соответственно, это очень долгая работа. Я, на одной из конференций, представители фонда ВЕР рассказывали мне, что размещение наружной рекламы в несколько раз повысило количество пожертвований в фонд. Поэтому я думаю, что это может быть хорошим примером. А расскажи, как можно бесплатно разместить наружную рекламу? Всем кажется, что это очень сложно. На примере Москвы можно сказать, что это требует определенных затрат временных, в первую очередь, но это, в принципе, не сложно. В Москве есть комитет по рекламе, который занимается размещением такой наружной рекламы. Соответственно, туда некоммерческая организация подает заявку. На сайте можно посмотреть перечень документов, которые нужны. В принципе, простой. Подается макет наружной рекламы. Соответственно, раз в месяц в комитете проходят комиссии, которые решают, дать ли площади этой некоммерческой организации или нет. Я думаю, что в Санкт-Петербурге та же самая история. Отлично. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо.